В Наринмар прибыли полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Николай Цуканов и временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Александр Цибульский. Сегодня в окружную столицу состоялась официальная церемония представления нового главы региона. Борт с Николаем Цукановым и Александром Цибульским приземлился в окружную столицу ближе к полудню. В составе делегации в Наринмар прибыли также заместитель генерального прокурора России Александр Гуцан и экс-губернатор Нао Игорь Кошин. Один из пунктов рабочего визита – официальное представление временно исполняющего обязанности губернатора округа Александра Цибульского, назначенного президентом Владимиром Путиным в четверг 28 сентября. Церемония состоялась в Дворце культуры Арктика. Назначить Цибульского Александра Витальевича временно исполняющего обязанности губернатора Ненецкого автономного округа в доступлении в должность лица избранного губернатором Ненецкого автономного округа. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Доверие президента оказано. Ну а дальше необходимо будет работать для того, чтобы получить поддержку жителей округа. Александр Цибульский в свою очередь отметил, что расценивает доверие президента как большую честь и поблагодарил экс-губернатора Игоря Кошина за ту работу, которая была проделана за три года управления регионом. И в части диверсификации экономики региона, и в части тех социальных и экономических инициатив, которые воплощены в жизнь, действительно, когда разговариваешь с людьми, все отмечают, что за последнее время есть разительное отличие и в лучшую сторону в развитии города, в развитии региона. Мы постараемся максимально этот тренд, извините за это модное слово, сохранить. Что касается кадровых вопросов, я хочу всех здесь заверить, что никаких скоропостижных и эмоциональных решений принятых не будет. Все предлагаю и прошу работать в штатном режиме. Мы будем определять состав нашей команды, исходя из профессионального качества каждого из нас, из того темпа, в котором мы готовы работать. Игорь Кошин пожелал Александру Цибульскому не сбавлять направленную округом скорость и выразил уверенность в том, что федеральный опыт нового губернатора пойдет на пользу региону. В том, что Ниньская опорная зона станет кладовой нашей страны, конечно же, сомнений нет. Но теперь важно, чтобы жители региона нашли в этом процессе свое место. И для этого, собственно говоря, мы реформировали систему управления, строительную отрасль, систему среднего профессионального образования. Я уверен, что этот фундамент поможет развиваться и дальше, раскрывая потенциал Ленинско-автономного округа для всей нашей страны. Алексей Анатольевич, позвольте вам пожелать успехов и всего самого доброго на этом крайне непростом поприще. Напомню, в должности заместителя министра экономического развития Российской Федерации Александр Цибульский занимался вопросами социально-экономического развития арктической зоны нашей страны и по долгу службы часто сталкивался с проблемами и перспективами развития северных регионов. И сегодня перед временно исполняющим обязанности губернатора округа стоит много задач, поставленных президентом Владимиром Путиным. Конечно же, это динамичное развитие округа, улучшение качества жизни жителей. Это особая территория. Этот регион попал в опорную зону, арктическую опорную зону. Необходимо участвовать активно в работе арктической комиссии, постараться сделать так, чтобы те деньги, которые будут направляться по этим программам, дошли до региона. Первые шаги сейчас надо будет познакомиться с той командой, которая здесь работает, послушать их планы, их прогнозы по развитию региона. Две основных задачи, Николай Николаевич, мне облегчил задачу, озвучил. Это, конечно, сейчас самое важное. Подготовить и принять максимально сбалансированный эффективный бюджет. Вторая задача – это подготовиться к зимнему периоду, чтобы не было никаких сбоев в этом направлении. В дальнейшем нам надо будет посмотреть в целом стратегию социально-экономического развития региона. Я вижу своей основной задачей – это максимальная диверсификация экономики региона. Я думаю, что если я не открываю Америку, это действительно основная задача для такого особого региона – Нинецкий автономный округ. По словам нового главы региона, Нинецкий округ должен стать пилотной опорной зоной в Арктике. Это позволит максимально полно использовать имеющиеся государственные инструменты для социально-экономического развития региона. Для этого Александр Цибульский пообещал использовать весь свой федеральный опыт. Ирина Цепетова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.